I don't give a fuck about a motherfucking bow I'm a puller with that stick and hit your motherfucking bow, man I don't give a fuck about a Всем привет, друзья! С вами Skyward И сегодня у меня в гостях Валентин с канала SteamroomVape Точнее, я у него в гостях Вот, так как я переехал в Подмосковье Я теперь подмосквич Вот, соответственно, теперь я могу спокойно гонять К своим друзьям в гости и снимать какие-то более интересные ролики А мы, в свою очередь, рады видеть нашего друга И, скорее всего, мы будем чаще встречаться, чему мы также рады Вот, собственно, сегодня у нас на обзоре линейка Патрик Линейка, которая вышла не так давно Собственно, обзоров я на нее еще не видел Так что, скорее всего, этот будет первым Шестидесяточки Чаби Гориллы Можно сейчас даже чекнуть на оригинальность Ну, оригинальность отсутствует Вот, оформление достаточно простенькое Соответственно Ну, забавное, да, такое, около мультяшное какое-то Вспоминая диснеевские старые мультики Помнишь? Да, там криповые такие диснеевские мультики Оформление, в принципе, неплохое Оно, с одной стороны, и простенькое Но выглядит достаточно забавно Единственный минус Мне не нравится вот это Что, как бы, вот Дата, она отсутствует То есть, какой-то силуэт ее угадывается Но толком ничего особо нету Первый вкус Это апельсин, шоколад и мята Названия я читать не буду Они достаточно странные Поэтому я их куда-нибудь вот сюда, вот в угол прилеплю Вы сможете все прочитать Ну, как по мне, это похоже на шоколадные конфеты AfterAid Есть такие плоские конфеты Это, собственно, шоколад внутри с мятным кремом Вот, но здесь есть еще небольшая такая цитрусовая нотка от апельсина В принципе, неплохо Самое главное, что мне здесь нравится шоколад Ну, да, на самом деле жидкость неплохая Приятная перечная мята, как в жвачках Главное, что не зубная паста Да, да То есть, здесь ребята ходили по грани То есть, смешать шоколад, который в большинстве случаев по вкусу Как Аленка по акции Так же стоит отметить Цитрус, он здесь не отварный И главное, что здесь с ним не переборщили То есть, он добавляет такую небольшую маслянистость Но нету с ним перебора Собственно, шоколад хороший Мята не зубная паста С апельсином не перебор В принципе, по-моему, очень достойно И плюсик можно поставить Дальше у нас идет табачка с вишней и шоколадом Тут вся линейка вообще в каждом вкусе есть шоколад С одной стороны достаточно странное решение С другой стороны в первой жидкости шоколад был достаточно вкусный Ну да, я вот тоже хотел сказать Что это на самом деле очень рискованное такое действие Со стороны ребят Если бы их подкачал шоколад, то подкачала бы вся линейка Да, но тут вот пока что шоколад себя достаточно неплохо показывает Очень интересная вишня На вишневый ликер похоже? Да, на вишневый ликер очень похоже Или этот конфеты пьяная вишня Ну я думаю, ты согласишься, что табачки Ну я как-то не особо различаю Терпкость какая? Может быть она смешалась просто с шоколадом Поэтому на первый план выходит вишня И уже подтягиваются шоколад с табачкой На заднем плане Потому что в принципе любую табачку с вишней, если взять То она как-то все равно в любом случае больше вишня Да Я не знаю, пробовал, не пробовал Есть Клаудперотовская новая табачка Нет Которая black Пока нет Вот Там тоже табачка с вишней Но там просто она вот парится как Именно табак с вишневым ликером Здесь вроде бы и терпкость от табака есть То есть на выдохе чувствуется что-то такое Не знаю, такое орехово-табачное скорее Но на вдохе, по-моему, явно вишневый ликер Да Что-то наподобие этого Но неплохо И на запах почему-то пахнет Марципаном или миндалем Чем-то таким По-моему, конкретно Причем самое странное, что миндаля в составе тут нет По крайней мере, в описании В составе-то, может, он и есть Нам про это не сказали Не, ну интересно, обыграли Не, ну микс, по-моему, однозначно удался Собственно, второй плюс И переходим к предпоследнему Предпоследний вкус Это у нас миндальный ликер С карамелью И, опять же, шоколадом Ну, на самом деле Ликеров я встречал не особо много И посмотрим, как он удался тут Потому что сочетание непростое достаточно Ну, на мой взгляд, ликер получился слишком жгучим Ну, ликер у нас, насколько я помню Это не сильно алкогольный напиток Ну, да 15 где-то примерно градусов Плюс-минус Даже, по-моему, поменьше И он не особо жесткий по вкусу Не знаю, вспомнить тот же Бейлис, допустим Ну, или банально тот же Амаретто Который, по факту, более дешевый Бейлис, грубо говоря Ну, там, вспомни Там, когда начинаешь пить У тебя сначала приятно во рту А когда ты проглатываешь Когда ты глотаешь И вот ничего не меняется Я имею фразу Проглатываешь, глотаешь Короче, когда ты его употребляешь Вот уже лучше слово Играем в синонимы Начинается вот как раз то самое Жжение в горле И тут чувствуется то, что есть алкоголь И когда ты его уже начинаешь дыхать Уже, да, чувствуется Ну, на самом деле, интересно Интересно, неплохо Неплохо, но я все-таки от себя скажу, что Это не мягкий алкогольный микс Всяко То есть, может быть, попробовать это интересно Но все-таки это больше для любителей такого Не знаю, виски чистым пить Что-то такое достаточно мощное Я не скажу, что очень люблю такое Но, в принципе, по миксу не соврали Ликер здесь есть Карамель здесь есть Правда, она больше сладости Просто такой прибавляет Никак она сама по себе не выделяется И шоколад здесь, собственно, тот же Что и был до этого Который очень вкусный Микс на любителя Я ему от себя поставлю минус Все-таки Потому что я говорю о жидкостях Так вот, именно как Я бы их оценил, если, не знаю, пробовал бы там в шопе Или себе бы купил Вот От меня данный микс получит все-таки минус Но я уверен, что данный вкус однозначно найдет Своих поклонников, своих почитателей Знаешь, я очень одно время любил Пинаколада Да Вот мне очень нравилась пинаколада Если сюда добавить кокос То Определенно будет похоже Вот не знаю, почему Потому что есть какие-то вот нотки Той самой пинаколады, которую Ну, на самом деле, похоже Единственное, что это получится такая Не знаю, даже все-таки не пинаколада Потому что ананаса-то тут нет Но если кокоса добавить Будет, по-моему, достаточно интересно Потому что, в принципе, сочетание кокоса и шоколада, кстати Было бы очень крутое Вот именно с этим шоколадом Потому что он достаточно вкусный Я, в принципе, не против этого миксу Даже пойдет Вот Собственно, переходим к последнему И последний у нас Это у нас сочный банан сорта Громишель С молочным шоколадом и взбитыми сливками Такие дела Я надеюсь, это будет именно Громишель Громишель? Если нет, то все Если нет, то отписка Вкусенько Бананчик однозначно приятный Я не эксперт Не знаю, Громишель не Громишель, конечно Но могу сказать Как это обычно? Носками всякое Тут даже сложно сказать Это не запеченный банан Это даже, я бы не сказал, что это прям натуральный Мне кажется, что это больше все-таки на такое банановое суфле похоже Я при первом вдохе почувствовал следующее Чисто мое мнение То, что это вот такое прям блюдце На котором лежит очищенный банан И сверху полит хершесом Потому что шоколад здесь именно вот хершесовский Шершес Можно это транскрипшн? Транскрипшн на хершес? Да Вот Не знаю Мне вот показалось Есть такие конфеты Такие как раз в форме бананов Небольших Да, я понял Там банановое суфле И оно в тонком-тонком шоколаде молочном Вот на это очень-очень похоже Возможно, именно комбинация банана И взбитых сливок Банан так подобран, что вместе со взбитыми сливками Он больше на суфле похож Нежели вот как, не знаю, там Допустим, если в мороженое какое-нибудь Сливочное, там, банана порезать Все-таки это другой вкус Да, 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 согласен Ну, вот этот мне определенно зашел Прям очень круто Однозначно я тоже выделю его фаворитом В данной линейке Давай по местам расставим Давай Я на первое место поставлю банан Потом пойдет табачка Которая с вишневым ликером И которая больше что-то десертное Скорее нежели табачное Потом шоколад, мятый, апельсин И на последнем у меня, к сожалению, будет амаретто Что-то вот он не приглянулся Которая у меня точно такое же мнение, как у тебя Только последние два места Амаретто все-таки повыше поднимешь А апельсинка смутило, да? Нет, я просто в принципе не очень люблю цитрусы Он там хороший, без проблем Но просто цитрус его не мое По оформлению как тебе? По оформлению, да, я прям впал в детство Помнил этот мультик со скелетами Диснейский, черно-белый Вот почему-то такая ассоциация была Неплохо, все блестящее, разные цвета Прикольно В принципе, мне оформление тоже нравится Причем вживую оно смотрится намного интереснее и веселее Нежели на фотографиях Потому что на фотографиях это выглядит как-то плоско, блекло А тут в принципе нормальная печать Все достаточно весело блестит Единственный минус За то, что вот со сроком годности произошла какая-то беда Вот он просто явно ушел как бы И вообще никаким образом не появляется То есть даже отсюда можете видеть, что тут ничего нет Какие-то фантомные силуэты букв и больше ничего Собственно, это у нас без никотина Жидкость никотина к ней нет Но в плане того, что нельзя там Помимо нуля приобрести там три и так далее У ребят есть бустеры от Причем не их бустеры, а бустеры от их друзей Которые вот их поставляют К сожалению, вот мне их выцепить не удалось Поэтому мы сегодня пробовали нулевочки Я бы на самом деле минус поставил только за то, что Ребят, я очень люблю Вот даже, наверное, пускай подходит на производителя Напишите описание на бутылочке Это так круто Когда у тебя дома много бутылочек И ты подходишь, берешь и понимаешь А, да, вот, вот же написано Это будет прям круто Правда, я, кстати, вот сразу, когда увидел эту линейку Компания вообще называется Каспер Вейб И я хотел все-таки увидеть не скелета А помнишь, в этих диснеевских мультиках Такой этот призрак с длинными пальцами Вот, если бы вот здесь он был, типа, было бы прикольно Еще более прикольно соответствовало бы как-то названию компании Но, в принципе, такое оформление тоже имеет место быть По цене за вот такие вот миксы В неоригинальной 60-ке Гориле На сайте производителя указана цена 500 рублей Ты знаешь, свою первую тройку я бы, скорее всего, купил Ну, первая тройка, вот бананчик определенно Он прям очень вкусный И вот табачку, вот прям точно Но я думаю, что, как бы, мы-то можем до этого не докапываться То есть, ну, 500 рублей, 600 рублей, 400 рублей Ну, как бы, субъективно, да Но я думаю, что найдутся пользователи, которые напишут, что дорого И поэтому чисто формально стоит упомянуть, что, ну, 400 было бы, наверное, как-то более приемлемо Даже, я думаю, 400-450 400-450 для 60-ок все-таки это, скажем так, и туда ногой, и туда И в средний бюджет, и куда-то уже повыше И вообще, я на самом деле поставлю огромный плюс этим ребятам Потому что они сделали 60-ку Извиняюсь опять же за свое личное мнение Но для меня 60-ка это оптимальный вариант 120-ка много, 100-ка много, 30-ка мало Вот 60-ка я точно выплю, и он мне не надоест И он, как бы, не будет мало Собственно, вот такое у нас сложилось мнение по данной линейке Спасибо ребятам из Каспер Вейб за то, что подогнали нам данную жидкость на обзор Дали возможность в этот раз нам о ней рассказать А не мне, как обычно Вот, сегодня я отдувался не один За что, конечно же, Валентину спасибо Ссылочку на его канал я, конечно же, оставлю вот здесь, вот в описании Как и ссылочку на производителя данной линейки Собственно, можете зайти в описании Ознакомиться с данной линейкой И приобрести ее, если она вас заинтересовала И ознакомиться с контентом, который пилит Валентин И, собственно, тоже подписаться, если найдете для себя что-нибудь интересное А я уверен, что найдете Смотрите На этом, наверное, и все Добавить нам особо больше нечего Спасибо, что смотрите Спасибо, что подписываетесь Ставьте лайки Подписывайтесь на группу ВКонтакте Ссылочка также будет в описании под этим роликом А на этом все Всем пока Пока-пока